Друзья мои, всем добрый день! Я вас приветствую на моей кухне. И сегодня мы с вами будем готовить ленивые вареники с картофелем. Посмотрите, какое это вкусное и сытное блюдо, а готовится буквально в считанные минуты. Давайте с вами приготовим. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для начала мы с вами почистим картошечку и ставим варить нашу картошку. Тем временем готовим луковичку и вот такую грудинку мы берем. И буду я отдельно готовить зажарочку. Лук с грудинкой для заливки нашей картошки. Ну и так, сначала ставим картошку на огонь. Варим пюре картофельное. И так, пока варится наш картофель, мы с вами берем, очищаем луковичку и нарезаем ее меленько. Итак, лучок мы нашинковали. Теперь мы будем нарезать на мелкие кусочки нашу грудинку свиную. У кого нет грудиночки, можно взять просто сало, нарезать на мелкие кусочки. Тоже будет очень вкусно. Кто хочет приготовить с грибами, можно поджарочку сделать и с грибами. Тоже будет просто великолепно. Маленькие шампиньончики пожарить с лучком, потом сверху вареничков положить. Это будет очень и очень вкусно. Ну, а я сегодня вот так делаю с грудинкой. Значит, смотрите, лук у нас будет жариться на небольшом количестве оливкового масла. С добавлением сливочного масла. Вот так положим кусочек и затем сверху вот так грудинку и отправляем все на огонь. Ну вот, картофель мой уже и готов. А здесь в сковородочке уже поджаривается лук грудинкой. Итак, снимаем, сливаем наш картофель и превращаем его в пюре. Ну вот, пюрешечка мы потолкли. Теперь сюда добавим сливочное масло. Затем добавляем одно яйцо. И начинаем постепенно сюда вводить муку. По граммам я вам не скажу, потому что у всех мука разная. И мы будем уже смотреть по нашему тесту. Много не будем сюда муки класть, для того, чтобы не получились крутыми наши варенички. Вот, смотрите, постепенно добавляем муку и будем смотреть по нашему тесту, какое оно у нас получится. Сначала вымешиваем вот так ложечкой, а потом будем все вымешивать руками. Картошка у нас была посолена в процессе приготовления пюре. Можете попробовать, если не достает соли, то можете еще добавить сюда соль. Мне достаточно. Вот еще немножечко муки добавим. И будем уже замешивать наше тесто. Повторюсь, что сильно много муки добавлять не будем, чтобы у нас не получились жесткие наши вареники. Давайте я сейчас еще на стол немножечко посыплю вот так. И все, и буду выкладывать. Будем уже собирать наш комок. Так, смотрим. Чуть-чуть, конечно, нам еще муки надо добавить. Сейчас я еще добавлю. Мне не хватило. Вот так, я думаю, будет и достаточно. Вот какой уже получается у нас комочек. Эластичный, ровненький, нежненький, тепленький. Тесто прекрасно собирается у нас в комочек. Сейчас мы с вами будем формировать уже наши варенички. Я хочу вам сказать, что вот этот рецепт приготовления вареничков просто идеальный для тех, кто не хочет особо возиться с тестом. И кому надо очень быстро приготовить вкусный, хороший ужин. Смотрите, мы очень быстро с вами приготовили вот такое нежное тесточко. И сейчас мы с вами будем лепить уже наши непосредственно варенички. Итак, теперь мы непосредственно приступаем к раскатыванию наших вареничков. Опять немножечко присыпали мукой наш стол и формируем вот такую колбаску. Она довольно-таки легко у нас формируется. Вот в такой жгутик. И теперь мы с вами нарезаем вот на такие штучки. Быстро-быстро. Теперь я, смотрите, что делаю. Довольно-таки быстро вот так беру вилочку. И вилочкой быстренько вот так формирую наши лепешечки. Вот так. Лепешка одна готова. Сейчас мы их несколько сделаем. Стол присыпаем мукой, для того, чтобы у нас не прилипали наши варенички. И вот таким образом формируем непосредственно наши вареники. С одной и с другой стороны. Вот так. С одной и с другой. Они получаются красивенькие и аккуратненькие. Быстро и просто. У кого есть детки-внуки, привлекайте их к этой увлекательной работе. Они с удовольствием вам помогут на кухне. Вот так. Уже можно включать кастрюльку. Ставьте на огонь. И сейчас мы будем с вами запускать уже в кипящую воду наши варенички. Видите, как быстро. Ничего лепить не надо. Быстро замесил тесто, быстро приготовил. И все дела. Очень хорошо вот так на ужин приготовить без лишней суеты и маруки. Если кто приготовил лишнюю порцию, то можно вот так варенички сделать и заморозить. А потом в нужный момент быстренько выложить, зажарить лук с какой-нибудь начинкой, с грибами, либо с грудинкой. И ужин великолепный. У вас буквально за считанные минуты будет готов. Вот так. Все, ставим кастрюльку и сейчас будем запускать. Итак, вода закипела. Подсаливаем ее. И начинаем выкладывать наши варенички. Ну вот, друзья мои, как видите, быстро мы с вами приготовили вот такое вкусное блюдо. Ленивые вареники. Останется нам только с вами сверху положить вот такую вкусную приправу. Лук с грудинкой. И будем наслаждаться вкуснейшими ленивыми варениками с картошкой. Смотрите, какая красота у нас получилась. Кушайте с удовольствием. Радуйте своих любимых и близких. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и до новых встреч, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok